здравствуйте дорогие друзья это момент истины у нас в гостях ярослав вольпин руководитель проекта эко рейд и хотели поговорить вот о чем здравствуйте ярослав здрасте какая сейчас обстановка в подмосковье с ну собственно говоря с с экологией но все как всегда основные проблемы это огромное количество незаконных свалок мы сейчас провели рейдовые мероприятия нашли более ста несанкционированных сбросов строительных отходов плюс это конечно сливы очистные где-то не работают где-то предприятие просто втихаря загрязняют реки ну и конечно выбросы в атмосферный воздух когда целые города с людьми задыхаются а вот эти предприятия которые занимаются вот с чем вы столкнулись конкретно в такой деятельности незаконной собственно сейчас в центре нашего внимания оказался чудный город электрогорск который несколько недель буквально задыхается от жуткого самарада который идет с предприятия фирейн при том что это ну достаточно известное предприятие все знают эти лекарства все знают господина бренцалова до бенефициара приличный человек у достаточно уважаемый который занимает не последние должности в московской области и для нас что самое удивительное что при таком учредителе работает такое гнусное предприятие по-другому назвать не могу потому что запах на весь город вот мы там были в любой точке города где бы ты ни находился ужасный смрад которому просто задыхаешься и вот в таком состоянии живет весь город от мало до велика детишки родители бабушки дедушки они там не знаю ходят в детские сады гуляют на площадке там сидят дома пытаясь спрятаться от этой вони и ничего не помогает тухлый запах такой как будто нечистота гнение вообще такой вот не вообще неприятный запах не знаю даже что сказать вообще неприятный ярослав хорошо а местные власти они куда смотрят они как-то реагируют на это чем да отличный вопрос местные власти реагируют глава города учредил вместе администрации большой круглый стол куда пришли несколько десятков жителей куда пригласили руководство этого завода до вонючки и где мы имели возможность выступить и как раз продемонстрировать все те нарушения которые мы смогли зафиксировать с помощью квадрокоптера потому что у нас вы я уже вам говорил что мы всегда берем с собой специализированную технику всегда делаем обследование территории и здесь мы встали при свидетелях показали им вот эти вот все нарушения которые нашли и какая реакция была в зале все все были в шоке ну то есть жители давно уже догадывались о том что там что-то не так происходит и они конечно там значит кто-то начал аплодировать кто-то начал говорить да да мы так и знали но надо было видеть конечно глаза главы города который был просто в шоке потому что земля у предприятия в аренде принадлежит она городу и глава понимает что он вместе с предприятием будет нести ответственность за все те правонарушения которые они там допускают хорошо а вы были на предприятии там сами вот прям внутри вот здесь начинается вообще самое интересное как только глава все это увидел он значит сразу же предложил вот таким вот мобильным десантом вскочить и выехать на территории чтобы посмотреть что у них там происходит но мы очень боялись это будет выглядеть так как мы там пришли покошмарить бизнес мы честно сказали ребят давайте значит до понедельника вот вы там спокойненько за выходные пройдитесь по территории посмотрите что у вас там происходит а мы там нашли огромное количество различных каких-то отстойников куда они там свои неочищенные стоки сливают все это дело воняет гниет тухнет сейчас погода сами видите какая да вот на это вот жарище на солнце вот эти вот остатки от производства там спирта они в общем разлиты по всей территории гниют воняют и вот весь город задыхается от этого мы сказали давайте до понедельника понедельник вместе придем и спокойненько все посмотрим и не тут-то было не тут-то было ребята значит по свидетельству местных жителей вот вы сейчас наверно видите на экранах да какая информация проходила по городу они все выходные искали технику чтобы замаскировать спрятать все свои нарушения и они это сделать не успели потому что какие-то сотрудники просто под угрозой увольнения отказывались этим заниматься не хотели люди потому что сами живут в этом городе сами задыхаются они не хотели прикрывать и художеств люди просто отказывались технику им в аренду не давали они в итоге должным образом все это спрятать не успели и к тому моменту когда мы приехали да мы как бы были вообще инициаторами этого выезда благодаря нам состоялась эта инспекция завод превратился к такую в крепость до укрепленную когда все сотрудники охраны когда все сотрудники предприятия были предупреждены что нога экологов не должна ни в коем случае вступить на эту территорию не надо меня трогать руками что вы делаете еще раз говорю я все записываю не надо меня трогать куда вы надо я иду в составе как у меня пригласил глава города в четверг за концов меня пригласил глава города что вы делаете руки свои убери нас не то что не пустили нас просто выволокли оттуда то есть с нарушением вообще всех норм приличия законодательства об общественных экологических инспекциях о полномочиях вот этих всех чопов и прочих то есть там был беспредел чистой воды действуют они конечно просто совершенно безнаказан мы ему объяснять что мы работаем в рамках 92 федерального закона что мы имеем право проводить экологическую инспекцию тем более что у приглашение от главы города но им все по боку они стервятники рвут порвали на мне рубашку хамят кричат матерятся в общем делать все возможное для того чтобы сорвать проведение инспекции и только благодаря тому что приехала полиция вот мы значит этого великолепного в кавычках начальника охраны доставили в отдел и написали на него заявление где собственно перечислили все те превышение своих полномочий все эти правонарушения которые он там сотворил а глава города был с вами глава города был но естественно что глава города вот в этой вот ситуации ну понятное дело что делать сделать ничего не смог потому что честно скажу но на мой взгляд там просто отмороженные на голову сотрудники творили черти что то есть они меня волокли кто-то в этот момент пытался значит сбить меня на машине третий чувак порвал на мне одежду еще что то есть игру ну просто вот какие-то обезьяны с гранатами там работают которые совершенно не видят ни границ до своих полномочий вот что они творили и сейчас конечно много зависит от главы когда будет понятно на чьем стороне все-таки защищает он интересы жителей или прикрывает вот этих вот простите меня засранцев и вот самое ближайшее время она как бы покажет действительно чем стороне и насколько он соответствует занимаемой должности вот такой еще вопрос а что вы хотели просто хотели зайти на это предприятие или снять или что вообще какая какой план был наша задача это фиксация нарушений на на мы не хотели пойти там это не была прогулка какая-то по территории до ознакомитель нас была конкретная задача о которой мы объявили на круглом столе что мы пройдем по всем этим отстойником и возьмем лабораторные пробы и дальше посмотрим что в них если там чистая природная вода как они утверждают вопросы сняты но если там не очищены вот эти вот барды стоги вот этого спиртового производства то извините ребят но это так дело не пойдет будем привлекать их но хотели привлекать их к ответственности по полной программе вот чего они больше всего испугались так хорошо скажите пожалуйста какой у вас ближайший план действия ну ближайший план действия во первых вместе с полицией разобраться с вот этой вот охраны которая совершенно страх потеряла и вела с превышением всех полномочий раз и второе это досконально проверить деятельность завода вместе с росприроднодзором с роспотребнодзором с росалкогольный регулированием и со всеми остальными обследовать каждый уголок предприятия причем не только территорию куда они все это сливает но и само производство куда они до сих пор не пускали ни одного жителя то есть видимо там тоже еще много чего интересного и мы вместе с надзорщиками обязательно придем отберем все пробы и воды и воздуха и грунта и посмотрим что на самом деле происходит на предприятии феррейн в городе электрогорск ярослав огромное спасибо за участие в нашей программе ну ждем от вас результата этого действия но и может быть какой-то фильм вы тоже будете сюда мы сейчас готовим уже идет производстве у нас большой фильм о деятельности этого предприятия мы расскажем что это за завод кто его владелец что он там производит а самое главное что мы сняли на территории этого предприятия какие нарушения мы уже сейчас зафиксировали скоро этот фильм выйдет на экраны и в дальнейшем после большой инспекции мы продолжим наше расследование расскажем зрителям что же там внутри еще какие есть нарушения которые мы пока не нашли но обязательно найдем спасибо ярослав но вот так друзья это у нас город электрогорск это у нас подмосковье вот такая история на общем крупном предприятии ну и что же ждем от вас комментариев может быть у вас тоже есть какая-то информация на эту тему любопытно если вы местный житель напишите нам нас это весьма весьма волнует и так ярослав вольпин я стас симонов это момент истины спасибо до свидания до свидания